Друзья, всем привет! С вами Алиса и Катревич Вуден Тарт. Сегодня я хотела бы сделать часы к себе в спальню. Я бы хотела сделать нежную гамму. Возможно, это будет белый мрамор с краплениями других оттенков. Но поскольку я привыкла делать все-таки яркие, насыщенные работы, мне будет, наверное, сложновато. Но я попробую. Касаемо материалов я пока говорить не буду, поскольку, возможно, в процессе видео они будут меняться. Но что останется неизменно, так это кристаллический коврик. Правда, маленький в этот раз. Кстати, такой кристаллический коврик, кристаллический молд и другие молды можно заказать у меня через Инстаграм или ВКонтакте. Итак, в первую очередь, как обычно, нам потребуется обклеить обратную сторону борда малярным скотчем, для того, чтобы стекающая смола не испачкала нам обратную сторону и нам не пришлось ее шлифовать. Начинаю я всегда с торца, поскольку мне нравится, когда торец покрыт поталью, поэтому мы его сейчас закрываем. Закрываем мы буквально не доходя 1 мм и проклеиваем так весь торец. Хорошенечко прижимаем малярную ленту к торцу, чтобы не было никаких заломов. И в итоге смола не затекла в места, где скотч не прилегает. И загибаем края скотча на обратную сторону. Обратите внимание, очень важно хорошо придавить все края, иначе смола отверстие найдет. Если кому-то не нравится торец, покрытый поталью, вы можете его не закрывать, то есть начать обклейку снизу. Делаю небольшой нахлёстик и идем дальше. Как только я все обклею, я снова к вам вернусь. Готово. Теперь обклеиваем центр. Можно этого, конечно, не делать, но я это делаю на всякий случай, всегда. И закрываю отверстие. Готово. Что я рекомендую сделать теперь? Мы можем заливать эпоксидную смолу сразу на МДФ, но тут есть вероятность, что смола проникнет в пористую структуру материала, и часть слоя, пусть минимальная, но уйдет внутрь. Поэтому я хочу защитить свою работу и буду для этих целей использовать праймер Сиберия от Ideas Market. Это прекрасный адгезионный грунт, который защищает нашу поверхность и не дает смоле проходить внутрь. Очень рекомендую. Ссылочку на покупку праймера я обязательно оставлю в описании к видео, как обычно. Хочу поделиться с вами лайфхаком. У меня есть уже пользованная баночка праймера, но она не открывается, поскольку праймер попал под крышку. Открыть получится только если мы начнем выламывать крышку, и, естественно, наш праймер засохнет. Чтобы это не произошло, что можем сделать? Берем стаканчик, опускаем туда нашу банку и заливаем кипяточком, так, чтобы кипяток покрывал крышку. И оставляем на какое-то время. 20 минут вполне хватит, чтобы открыть крышку. Причем так можно поступать с любыми красками, которые вы не можете открыть. Моя баночка постояла где-то полчаса в воде. Давайте попробуем ее открыть. Процесс пошел. Вот такой вот вам маленький лайфхак. Вообще желательно, конечно, все вот эти части очищать заранее, чтобы потом таких ситуаций не было. Но рано или поздно вы забудете и все равно столкнетесь с этой ситуацией. Поэтому можно не париться. Теперь нам необходимо покрыть нашу поверхность праймером. Но для начала его перемешаем в баночке. И можем наносить. Я очень довольна этим праймером и продукцией от Сибири, поскольку смотрите, как сразу наносится первый слой. Я каждый раз кайфую, потому что он наносится ровненько. И что праймер, что грифельные краски от этой фирмы очень укрывисты. Одного слоя будет вполне достаточно. Поскольку нам не нужно добиваться белизны, нам важно создать пленку защитную. И направление окраса здесь также не имеет абсолютно никакого значения. Поэтому красьте как хотите. В это отверстие, по идее, можно вставить соломку. И смола туда не затечет. Но я не люблю такой способ, поскольку смола потом немножко обволакивает со всех сторон эту соломку. И остается небольшой бортик. Мне он не нужен. Поэтому мне проще просверлить заново отверстие. Сохнет праймер очень быстро. Около 15 минут. В помещении 15-20 градусов. Покрыли и оставили сохнуть. Итак, наш праймер полностью высох. Но нам сейчас нужен не планшет. Наше дальнейшее действие это окрасить вот эти камни речные с помощью жидкой поталии. Я уже окрашивала эти камни золотым цветом, золотой поталью. Вот так они смотрятся. Окрашивать будем в пакете. Высыпаем необходимое количество гальки в пакет. Я возьму целую баночку. И наливаем туда поталь с помощью пипетки. Поталии нужно не слишком много. Иначе все будет плавать. Попробуем сначала такое количество. И жмакаем пакет, чтобы все камешки окрасились. Смотрим на результат. Он нам подходит. Я подготовила отрезок полиэтилена, на который я сейчас высыплю камни для просыхания. Их нужно хорошо распределить, иначе они склеятся. Теперь я их оставлю до полного просыхания. И будем работать дальше. Друзья, наши камушки окрасились. Выглядят отлично по цвету. Все мне подходит. Поэтому пока я их отложу. И будем заниматься планшетом. Я подготовила несколько красителей, которые я хотела бы использовать. Это пудровый, кофе, белый. Черного будет минимально. Скорее даже темно-серый. Поталь белое золото, опять-таки. Вот такого рода наполнители. Это стеклянная крошка разных цветов. Еще стеклянная крошка. Вот так она выглядит нежно, очень красиво. Еще стеклянная крошка. Это серый цвет. Посмотрим, как он будет выглядеть в работе. И, конечно же, хрусталь. Он обалденно смотрится на работах. Я вам очень рекомендую его использовать. Причем на сайте резинартру.ру есть разные фракции камней абсолютно под любые гаммы. В первую очередь необходимо иметь понимание о том, как у вас будет располагаться декор на ваших часах. Для того, чтобы ход стрелкам не мешал ваш декор. В принципе, размер стрелок практически всегда одинаков. Если мы берем стандартные стрелки. Но секундная стрелка всегда одного и того же размера. Поэтому необходимо посмотреть, сколько мы должны отступить в плане декора для плавного хода. То есть где-то 4 сантиметра, я считаю, будет самое то. Поэтому делаем себе на глаз пометочку, либо воспользуемся шаблоном, чтобы точно соблюсти этот размер. Вот, отлично. Мой старый шаблончик отлично подходит. И очертим себе место предполагаемого декора, чтобы за его границы не выходить. Теперь необходимо разобраться со смолой. В данном случае я буду использовать смолу с черной этикеткой, поскольку мне необходимо сохранить рисунок на планшете, чтобы он никуда не утек. Если же мы будем использовать белую этикетку, рисунок весь перемешается, поскольку смола самая жидкая, и большая часть его стечет с планшета. Теперь замешиваем смолу. Итак, смола замешана. Убираю сразу пузыри в стакане. Нам необходимо замешать весь декор для края. В одном стаканчике смешать его со смолой. То есть это будет своего рода ограничитель для центральной росписи. Наливаем немного смолы в стаканчик и засыпаем наш декор. Сыпаем камни, стеклянную крошку. Хрусталь я уложу уже сверху. То есть должна получиться густая масса. И весь декор засыпаем в стакан, периодически добавляя смолу при необходимости. И начинаем укладывать на наш край. Не слишком толстым слоем. Старайтесь, чтобы на торце у вас ничего не свисало, иначе потом нужно будет сошлифовывать всю эту историю. А шлифовать стекло и камни не самое приятное занятие. Теперь делаем следующее. Нам необходимо замешать смолу в стаканчике по цветам. Белого нам нужно больше всего. Черный я замешаю в палитре. Нам нужно будет его минимально, как и коричневый. Оставлю купелюшку прямо в большом стакане на всякий случай. Все красители предиспользованием необходимо хорошо встряхивать. Заливаем белый цвет на наш планшет. И распределяем всю смолу по поверхности. Удобнее всего это делать с помощью пластиковой карточки. И тонким шпателем подводим смолу к декору. Готово. И теперь с помощью тонкого шпателя наносим тоненькие полосочки. Воспользуемся пальцем. Без него никуда. И, конечно, фен для имбойсинга. С помощью фена мы не только изменяем текстуру рисунка, но и таким же образом немного ускоряем процесс отверждения. Да-да, как бы это ни было странно, смола вроде становится жиже, но процесс отверждения становится быстрее, поскольку как только мы прогрели поверхность, смола остывает и отверждается быстрее. Теперь добавим немного потали, жидкой. Буквально окунаем туда шпатель и наносим на планшет. Смотрите, этого вполне достаточно для получения красивого эффекта. И снова раздуваем. А также не стоит забывать про наш кристаллический коврик. Я его поставлю ровно посередине. Главное, эту серединку найти. Должна быть где-то здесь. А теперь уложим хрусталь. Сначала думала хрусталь добавить только на край, а теперь мне хочется добавить его рядом с краем. Но при добавлении не забываем про стрелочки, что они не должны касаться декора. Если бы мы использовали жидкую смолу, весь хрусталь бы сейчас утонул. Готово. Хрусталь уложен. Теперь мы работу нашу оставляем в покое до полного отверждения смолы. К сожалению, видео со снятием коврика не сохранилось. А сейчас самое время положить цифры. Я выбрала вот такие римские 4 штучки золотого цвета. И чуть-чуть позолочу еще декор по краю. Я уже где-то начала это делать с этой стороны. Заливку тонким слоем смола я сделала утром. Сейчас смола практически встала. Для того, чтобы ее размягчить немного, я использую горелку. И цифры отлично приклеиваются. Если вы визуально не можете расположить цифры на глаз, то необходимо использовать трафарет с намеченными точками. Вот таким образом. Теперь оставляем будущие часы до полного отверждения смолы. Итак, друзья, цифры я приклеила полностью, а также добавила дополнительное деление. Мне кажется, так смотрится интересно. И просверлила отверстие под часовой механизм. Помимо этого, Валера мне фрезером выбрал небольшое посадочное место под механизм, поскольку, когда я вставляла часовой механизм без посадочного места, мне не хватало чуть-чуть до выхода резьбы, для того, чтобы закрепить гайку. Следующий наш шаг – это очистить обратную сторону от скотча. Если скотч отходит плохо от МДФ, либо от фанеры, можно воспользоваться горелочкой и прогреть немного клей под скотчем. Тогда он будет сниматься гораздо легче. Большими кусочками. Вся обратная сторона и торцы у меня очищены. Теперь можно приступить к покрытию задника и торца поталью. Для торца я буду использовать жидкую поталь цвет золота от резинарт. Кстати, посмотрите, какая разница. Это покрыто поталью, которую я не встряхнула, а это уже после встряхивания. Видите, какая разница? Поэтому очень важно встряхивать жидкую поталь перед использованием, как и любые красители. Поталь полностью нанесена. Причем, обратите внимание, я захватила чуть-чуть нижнюю часть борда, чтобы торец не выглядел как вырезанный. То есть, таким образом, немножко вписали это золото в верхнюю часть изображения. Теперь оставляем поталь до полного высыхания. Это где-то минут 30. И можем покрывать обратную сторону. Можем покрывать обратную сторону золотой краской. Достаточно. Если вдруг вы не знаете, чтобы не засорялось наше сопло, мы переворачиваем баллончик вверх ногами и выдуваем до тех пор, пока не перестанет идти краска. Таким образом, наше сопло будет всегда чистым. Маленький лайфхак. Теперь дожидаемся полного высыхания краски и можем вставлять часовой механизм. Краска с обратной стороны полностью высохла. Смотрится, кстати, очень красиво. Теперь можем одевать часовой механизм. В первую очередь, одеваем крючок, поскольку на механизме его нет. Крючки можно купить отдельно, также на сайте резинарт. Далее идет резиночка уплотнительная. Вставили. Совместили с посадочным местом. Далее идет шайба. И закручиваем все это дело гайкой. Теперь самое интересное, это стрелочки. Часовая и минутная. Снимаем со стрелки пленку защитную и минутная стрелочка теперь. Закрываем отверстие с помощью заглушки. И готово. Теперь необходимо протереть часы и цифры спиртом либо обезжиривателем. И все. Наша красота готова. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте это видео к просмотру своим друзьям. А с вами была Алиса и Катревич Худен Тарт. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok